Квартал 95 Тут что-то не то Вы узнаете, через что квартальцам пришлось пройти, чтобы организовать свою студию Тебя приземлили, опустили, вытерли, понимаете, от тебя и... Я помню, что тогда нам всем было очень страшно Вы узнаете, как создавалось главное шоу Квартала Это сегодня большие деньги, так до этого были не просто большие, то есть мы не понимали, как это выглядит Вы впервые увидите, что творится за кулисами во время концерта вечернего Квартала Вы должны лечь в больницу Я говорю, я не лягу, у меня Квартал За кулисами ты не совсем адекватен, это правда Этот день запомнил на всю жизнь Команда сборная называется 95-й квартал, город Кривой Рог Итак, Москва, высшая лига КВН Мы сразу из-за высшей вылетели, мы обделались, причем у нас было хорошее выступление, мы были не готовы к разминке Кривой Рог, 4 балла Нас просто разбили в пух и право Мы вылетели, но лига украинская начиналась позже И нам просто повезло, что по срокам мы туда попали Прошлогодний участник высшей лиги Команда КВН 95-й квартал, город Кривой Рог Главной целью ребят была победа в украинской лиге Ведь команда чемпион получает возможность попасть в высшую лигу Одним из соперников квартала в первом же сезоне оказалась команда из Тамбова Тапкины дети Команда КВН Тапкины дети, такие авангардные ребята были То есть они были, ну скажем так, нестандартные КВНщики Чуток не от мира сего КВНовского Грузия славится гостеприимством Там даже лягушки грузинские Квах! Я еще помню, когда я приехал, говорят, это Тапкины дети И говорят, ну придурки, у них юмора нет Дуркуют просто на сцене и разрывают всех Было бы счастье, да несчастье помогло Это что жюри должны, как оценивать? Как уже шутка? Нет, это русская народная пословица Как с ними бороться мы не знаем и боимся, что они нас выиграют Мы с Серегой пошли, сели, послушали Говорим, ребята, что значит юмора нет? Да тут текстовики высокого уровня Говорим, ребята, авторские, очень ситные Вы зря их так недооцениваете Работать будем по принципу товар, деньги, товар Так, чтобы ничего не перепутать Товар, деньги, товар По-моему, меня обманули Ребята ошибочно полагали, что мы легкая закуска Вот что, собственно, и показало первые игры Мы сразу чек-фавор По итогам сегодняшней игры Кривой Рог 13 баллов Тамбов 15,2 баллов Им пришлось как-то подтягиваться, догонять этот космос чем-то побеждать А зачем я на свет появился? Зачем меня мать родила? Голоски! 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 Мы не полетим в Индию, Китай Отвяжитесь, нас нет Играй, играй, как я играл в цибирском целлюльнике Вижу вершину, Парнас или Олимп И что-то круглое, может, это миль? Нет Я родился там, где три месяца холодно Остальное время очень холодно В Надыме Город старше меня на два года Город стройка Было два дома только построено, пятиэтажных Первая школа строилась А то в основном палатки и вагончики Все в вагончиков, барак Я все время родился Когда родился, холодно, отопление отключат Пеленать негти Под одеяло залезешь, перепеленаешь Так же Надым Груды снега, мороз Температура минус сорок Неудивительно, что все с нетерпением ждали лето В летом, конечно, было страшнее выходить Потому что, несмотря на то, что нет мороза Куча комаров и мошки Там тундра, болотный край Родина комаров Мы жили в вагончике Вагончик весь улеплен комарами Вообще невозможно было Поэтому старался как-то его куда-то деть Ну, в основном уезжали в Тамбов К родственникам И, ну, как правило, там Пару-тройку недель мы были на море Бывал и в Жданове, сейчас в Мариуполь И в Николаеве То есть я с детства знаком с Украиной Летние каникулы заканчивались Семья Казаниных возвращалась в Надым И для детей наступали школьные будни Придешь к Былу О нем никогда плохо не отзывались Он вообще очень такой Хорошо учился По оценкам, что называется, я был хорошист То есть там с периодичностью любил то химию, то историю Литература отлично Я даже на стихи там Есенина или Цветаевой На три аккорда там положил И на уроки пел Уже романс Параллельно со школой Степа ходил в Дом культуры Где в первый раз вышел на сцену В последних классах Тоже не хотелось учиться Я уже был заслуженный артист Дома культуры Прометей Я участвовал во всех мероприятиях Мне больше нравилось в Дом культуре, чем в школе Конечно, с такими актерскими амбициями Будущий кварталец хотел поступать в театральный вуз в Москве Он говорит, я хочу стать артистом Мне, конечно, так удивительно на него посмотрел Сказал, может, дай ему дальнобойщик Он говорит, нет, хочу артиста Естественно, я мечтал в театральной В идеале в Щукинской Ну, так вышло, что и в те смутные времена Нужно было Сделать некий взнос Сказали 70 тысяч За поступление Я так подумал Даже мы, если все продадим То у нас набиралось Ну, от силы 40 тысяч А где ж 30 тысяч Дорога мне туда была заказана В частности, в Москву Мне предки сказали Ну, иди В Тамбовский кулек Ну, а Тамбовский кулек Это ниже моего достоинства было на тот момент Тамбовский кулек И в сентябре Степан Казанин пошел на лекции По высшей математике В Тамбовском институте химического машиностроения Я как только пришел Буквально через месяц Сказали Вот Новая команда КВН Старики уходят Они там У них высшая лига Некогда заниматься ерундой Здесь новая команда И все пошло-поехало Если вспомнить Первый КВН Наверняка кошмарно Юмора там немного Но желаний и задора было массой Это намного интереснее Чем ходить на высшую математику На лекции Естественно Не все так преподаватели думали Пришлось мне расстаться На какое-то время с институтом Пойти посмотреть Что там в армии происходит Взяли его Значит все Командир у него Был майор там Как-то сидит Смотрит телевизор А жена ему говорит Вот этого хлопца Я у тебя по-моему видела В части Он какого Да вот в телевизоре А как в телевизоре Если он вроде бы служит Да он в трико Через заборчик И уже в КВН Там где-то съемки у них идут И он утречком через забор Возвращается тем же ходом И вот он этот майор Ну все И тут это раскрылось Все-таки отслужив положенный срок Степа вернулся из армии И тут жизнь будущего квартальца Понеслась в сумасшедшем ритме Учеба Репетиции Выступление в КВН И работа на местном телевидении Ну региональное телевидение В корне отличается От столичного От киевского в частности Все делали сами Я был и водитель И монтажер И ведущий этой передачи Машина это конечно не роскошь А средство передвижения Но здесь лесу оно нам не поможет Так что пешком Вперед на Световское озеро Все-все Прям по траве в лес Мы втроем делали этот проект Рассказывали о нашем регионе Он так и называл Регион 68 Это Тамбовская область Прикольно Ты сейчас весь мокрый Проект оказался настолько удачным Что получил Высшую телевизионную премию России Тэфи регион Но КВН все равно стоял на первом месте Команда Тапкины дети Четыре раза становится Чемпионом Тамбовской области Но для капитана команды Степана Казанина Этого было мало Его цель Высшая лига КВН Степа Да он был Совершенно гениальный Заметный Знаете, есть такой критерий Вот Александр Васильевич Он многих КВНщиков знает по именам Причем он их запоминает На всю жизнь И вот Степа Это человек Которого Масляков знает по имени А что ты замешкался Степа Не скажу Так, ну и Ни пуха ни пера Всем командам И вот 2000-й год Снова Тапкины дети На одной сцене С командой 95-й квартал Коллектив, который Себя позиционирует Как рок-н-ролльщики Молодые, задорные Ну здравствуй Иван Дурак Ну здравствуй, царь Ты сделал, что обещал? Да Вот голова дракона А ты Выполнил свое обещание? Как договаривались Вот Рука принцессы По КВСКМ меркам Достаточно Наверное Серьезный был соперник Ну прям как Непобедимых мы никогда И не считали Эту команду С переменным успехом То они нас То мы их побеждали Закон Архимеда Так Тело определенного рода Погруженное в жидкость Чувствует себя гораздо лучше Если в это тело Была погружена жидкость Определенного рода Ну несмотря на это Внешнее соперничество Внутри После каждой игры Все В клуб интонации Пусть твои окна Все нормально В 2001 году 95-й квартал Продолжил участие В украинской лиге КВН И наконец-то Стал ее чемпионом Итак Первым чемпионом 21-го века Становится команда КВН 95-й квартал Кривой рук А команда Тапкины дети Коллектив потихоньку Начал Трещать И Перестали существовать Как тапкины дети Ну играли с длинным Подпольная кличка Жидков Тире длинный Я занимался больше Сценарной работой Степа Занимался Актерской Больше работой Ну играли там За какие-то команды Молодежь подтягивали И так далее Ну Хотелось Большой сценой Большой сцены В высшей лиге На которую Они так и не попали А высшая лига Это мечта любого КВНщика Пройти в высшую лигу Победить в высшую лигу Главное Аж КВН Смех и радость Мы приносим людям Так дети Что мы проходили На прошлом занятии Так Казанин пожалуйста И вот В один прекрасный день На гастроли в Тамбов Приехал 95-й квартал Зеленый Понял что мы Слоняемся Хватит Ерундой заниматься Может быть Пойдете к нам Я хотел усилить Нашу команду И понимаю что Они совсем другие Понимая Я уверен был Что вот это То что нам не хватает Внутренний Биоритм команды Квартал Совпал с Биоритмом Отдельных представителей Тапкиных детей Вот И квартал Обулся в тапки И пошел дальше Естественно Мы особо Не думали Сразу Сходу согласились Волнения не было Потому что Мы по большому счету Ничем не рисковали Ну Мне так казалось На тот момент И вот Спустя месяц-два Уже в Сочи Уже вместе На одной сцене Потом Высшая лига И пошло Поехало О том Как развивалась Судьба Криворожской команды Мы расскажем Немного позже А пока Давайте узнаем Как к студии Присоединился Самый молодой Актер квартала Евгений Кашевой Я понимаю Вашу иронию Но я все-таки верю Что красота Спасет меня Чего желаете? Такого гололеда Не помнит Ни подол И ни сырец От вас Неделю назад Ушла девушка Как вы догадались? Это элементарно Лизится вечер Уже есть потери В парке На лавочке Тело качается Евгений Кашевой Родился в маленьком поселке Ковшаровка В самой обычной семье Папа Металлург Мама Воспитатель детского сада Женя был маленький Может года два было И он Пришла подруга И печенье Мне его угостила Он стоит Ест печенье И раз накрошил Он разворачивается Пошел Взял веник Взял совок И уже стоит Метет Она говорит Боже Ты вообще ребенка Маленького Приучила Он уже у тебя убирает Когда Жене Исполнилось 6 лет Семья переехала В промышленный город Алчевск Здесь отец Жени Мог рассчитывать На повышение Что значительно бы Упростило жизнь Семьи Кашовых Но Жаков заболел Хотели его в больницу Положить с ушками Но я не дала У нас там никого не было Все родственники наши здесь Так что оставить его Было не на кого Нам пришлось Папе Со старших мастеров Уйти Просто в мастера Чтобы в две смены работать Я в две смены работала И он в две смены Мы с ним менялись Сами обошлись Справились Детство Жени Кашового Было таким же Как и у миллиона Других ребят И конечно же Со своими историями Самые яркие Были связаны Со старшим братом Как обычные отношения Между старшим братом И младшим братом Они у нас были такие Спокойные Недрачливые Такого у нас не было Чтобы они там дрались Или Это самое Или там Друг у друга Что-то забирали Да и нет Мама просто не видела Это Когда Дима делал Дротики Рисовал мишень На листике А4 Говорил Женя держи Женя держал Пока дротик Не пробил Вот этот Лист А4 И в бровь Мне не попал И я вот так С этим дротиком Бежал Мама И там Обратно в спальню Рука Не говори ничего Ну в общем Такие мы были Братья И после 9 класса Наступила Такая Братская дружба Брат за брата Как наши Боксеры Учеба в школе Тоже шла С переменным успехом Женя был То образцом успеваемости То закоренелым Двоечником Зато с чем Никогда не было проблем Так это С художественной Самодеятельностью Не было у него Там каких-то Комплексов Каких-то там Стеснения Всегда у нас Выступал Пел Всякие роли Выполнял И в музыкальной Школе тоже Я никогда Не пел И не играл По нотам Для меня было Ну наверное да Проще Подобрать все На слух Он В музыкальной школе На саксофон Пошел Вообще Мне очень нравится Саксофон Поэтому Чтобы он не играл Мне нравится Моет посуду Или что-то готовит На кухне Давай играем А какой играть Летно на улице Надо идти гулять Играя Там Слава богу Не скрипка А то б меня застрелили Уже в выпускном классе Остро стал вопрос Куда поступать Родители четко Придерживались Своего плана Мы живем В том городе Где Завод Играет Основную роль Поэтому Как-то не было У нас таких Особых Отклонений От Цели На завод А кем Это уж Пожалуйста В институт Там хоть инженером Хоть Таким угодно У Жени было мнение Кардинально Противоположное Ну я не могу Там находиться Правда Это не в обиду Сказано Просто Ну как-то Четыре трубы Люди кашляющие Которые живут В этом красном доме Понимаешь Ты не выдержишь Здесь больше А я Все Слугай Вильфомены Хочу Катарсиса Добиться От тебя Поэтому Женя Хотел Одного Вырваться Из Золчевска Города В котором Он не видел Своего будущего И уехал В Луганск За своей мечтой Поступать В театральный Для меня Доказалось В Луганск По Нью-Йорк У меня Весь твой Да Я конечно Была против Один И Мальчишка После 10 класса Но это Вообще Совсем никакого Ни контроля Ни помощи Ничего Там же Бандитизм Вот Куда ты едешь Вот это было Понимаешь А я приехал Да В первый же день Меня развели Четко На автовокзале Вообще Иди сюда Подними наперсток Давай все деньги Как Я же не играл Ты поднял наперсток Поднял Все Вот Тогда я понял Что тут Что-то не то Женя сдал Вступительные экзамены На актерский факультет Был мандраж Страшный Сидят Смурные преподаватели Такие А сейчас Приезжая В Луганск На гастроли Женя частенько Заходит в свою Альма-матер Вспоминая Свои первые шаги В профессии Женька Он был яркий Ее сразу было видно И он высокий И такой же Так Знаете На Украине Он говорит Не сграбнет Трошки Я говорю Ой Ну что ж ты на вопросительный знак похож Такой вот Владимир Андреевич Каждого своего студента Любил И за каждого Очень сильно переживал И ходил А вот и Вера Сейчас когда я вижу Веру Дмитриевну Я понимаю Что То как я разговариваю Сейчас Это наверное В первую очередь Ее заслуга То есть До этого Пришел мальчик Который Бе-ме Бе-ме Я всегда говорила Вот у него такая Экипажная внешность Что он Всегда прорвется Всегда его кто-то забегет Слушай Женька А хочешь мы тебя В КВН запишем Ах ты Ты здесь наиграешься На всю оставшуюся жизнь Как-то удалось Нам его рассмотреть Увидеть Что Парень Очень талантливый Очень перспективный Ну О том Как его Случайно Побрили Ради роли Розенбаума Наверное Уже знают все Итак Вот это Украинская Лига КВН была В Киеве Вот это 20 25-26 Моя 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 Именно тот день Меня побрели нарезь Я этот день запомнил На всю жизнь Моя 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 Евгений Кашевой Война форматов закончена Я частенько на него бурчал Я говорил Женя Вы понимаешь Тебе надо доучиться Мне очень хотелось Что он закончил Мы 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 Преподаватели Я их прекрасно понимаю Сейчас уже да Ну и получилось так далее Академоотпуск В связи с тем что Из там года учебы три месяца посещения всего все остальное где-то было в разъезда но наверное так надо было хотя конечно спектакль был под угрозой мы сделали замену вот я бурчал а жил-то он уже другим его утянуло к этому жанру и это было видно при рик я верю поле чудес не верю к вы верю по актерке он сразу выделялся конечно яркий персонаж это не за красивые глаза а потому что именно он их максимально смешно мог сделать очень быстро женя стала лицом команды к в н в банк с каждым выходом на сцену его популярность росла на одном из фестивалей к в н же не сделали предложение от которого он не смог отказаться мы его брали и приглашали как очень смешного человека а получили кроме смешного человека еще очень порядочного в первую очередь приятного классного товарища когда уже изменился женин статус прошло время он остался таким же обычным парнем с которым можно в любой момент созвониться и посмеяться всегда никакого пафоса это очень важно очень здорово что человек помнит откуда родом его успех и при этом развивается не останавливается развивается каждый день каждую минуту каждую секунду спасибо зеленскому что увидел рассмотрел пригласил на сегодняшний день это по моему самые успешные студия не там постучать чтобы не заглазить кстати диплом женя все-таки получил спустя несколько лет но это уже совсем другая история а мы тем временем перенесемся в 2002 год команда к в н 95 квартал снова на сцене высшей лиги к в квартал очень энергетичная команда была очень сильно импульсивная все с песнями очень много музыкальности они постоянно что-то придумывали то есть у них не было такого что они были к чему-то не готовы они с легкостью брали за все они экспериментировали они были новаторами в каких-то идей один из самых ярких номеров квартала который запомнился и полюбился зрителям был номер слабое звено я летаю я в раю вова пришел у меня получается делать или натулите давайте придумаем ну давайте после квартала ее начали пародировать все уже антон история однажды я с подружками пошла гулять и вот я шла долго шла когда вдруг леонид а где антона это же трудно это женская пародия да это один из таких наиболее запоминающихся нумеров потому что это чисто актерка юлия подумаешь а мне остается сказать одно это была всего лишь игра моя гениальная актерская игра прощайте а квартале тогда говорили все ребята были на пике популярности но в один момент все перевернулось александр вы самые самые звено есть мамы которые бросают своих детей ну они же мы только с годами понимаем что они то все равно мамы да и вот это очень правильное и справедливое описание мысляков то есть мы так возносили этого человека и вдруг тебя приземлили опустили вытерли понимаете тебя и просто устал появились новые лица да наша команда перестала быть интересным а нам наша команда была интересна вот так вот это и есть конфликт в определенный момент выбили их из седла и ребятам показалось что это было сделано специально но некие такое некое напряжение отношения между президентом и команды оно имело место быть это правда не вписывались они в тогдашнее представление амика акаваэня их пытались как бы но как как буратино построгать немножко да и сделать такими как все но не получилось так да у них квартал успешно доходит до полуфинала высшей лиги и проигрывает сборной москвы вы красавцы вы из кривого рога из не очень большого города очень дайсторона сражались со сборной москвы у нас поменялся квн появились такие проекты понятия проект это когда собирается команда в нем куча бабла они могут купить что угодно есть номер с медведем из цирка да пожалуйста вот вам медведь и надо ракета будет ракета то есть люди вкладывали большие деньги мы же были дворовой командой квартал всегда отличался тем что рассчитывал только на свои силы и только на своих авторов поэтому в какой-то момент нам кто-то из высоких лиц жюри сказал уже понимаете что провинциальная команда не может стать чемпионом мы почувствовали что где-то нас подсаживает где-то нам зарезают программу прошу команды не очень много боролись и каждый раз вот случалось что-то такое что мешало им стать чемпионами ну нечестно и конечно же я ненавидел все что связано с этим что привело меня вот этому моменту я ненавидела это все да ты сам нарвался ты сам нарвался ты сам попал ты сам попал и не до шуток и не до сна когда накрыла и накатила когда достала тебя она чемпионами они не стали но в к вене есть такое понятие как не каждая команда которая стала чемпионом может добиться такой искренней народной любви как те кто чемпионом не стал вот я думаю квартал это такая история проиграв самом начале сезона команда не знала ждать ли начало следующего или уходить навсегда и в этот момент владимиру зеленскому сделали заманчивое предложение его звали в москву и звали предлагали оставить нас мне предложили быть там одним из редакторов и бросить коллектив зачем тебе это все ты самостоятельная единица и этот коллектив он может тянуть тебя вниз и тормозить тебя в твоем развитии творческом карьере для меня это предательство я так не могу поступить вообще ну и не было бы квартала конечно слава богу этот вызов который был он брошен он его не принял и остался остался вот на своем месте когда ты выбираешь быть с людьми своими друзьями и ты их не променяешь ни на что не на ковришки не на то да 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 и ты стоишь у пропасти и сейчас ты уже потерял к вен и можешь потерять ребят потому что они уже думают о том как где устраивается так далее это сложный этап в жизни моей моей жизни в жизни квартала слава богу этот послан конфликт был иначе рубились бы рубились потом бы разошлись в определенный момент по работам и все на этом закончилось знаете с годами же вся боль там там что-то еще неприятные какие-то моменты все проходит и туда знаете кого-то как как каплями закапал глаза сначала мутно а потом путь на потом наоборот прозрение да у меня на сегодня прозрение я действительно просто александр васильевич маслякова очень уважаю надо понять что он нам всем точно дал больше чем забрал я вас умоляю александр васильевич возьмите пожалуйста этот волшебный колокольчик возьмите вдруг вдруг если когда-нибудь вдруг вам станет трудно или вы попадете в безвыходную ситуацию просто позвоните в него и мы придем на помощь нет но мы будем знать что александр васильевич помнит о нас но тогда никто из ребят еще не знал как сложится их судьба в будущем уйдя из клуба команда поехала в свой прощальный как им казалось гастрольный тур бросать квн и тип самостоятельное плавание я помню что тогда нам всем было очень страшно и никто не понимала что теперь дальше делать а как жить так можно просидеть очень долго в страхе и закопать себя в нем свобода вот так узнать она накрыла нас вот так с головой мы поняли что мы вообще никому ничего не должны показывать тексты утверждать цензура зами себе я вообще авторы актеры директора администраторы собрались и решили давайте пробовать перевернули страницу забыли без сожалений без возврата сели в автобус и уехали в киев это безумная авантюра было я думаю что если бы я был старше я бы на этом пошел киевские большие боссы говорили на вы здесь ничего не поймаете здесь и без вас хватает очереди стоят ничего не добьетесь ничего не получится но в это авантюра вылилось в создание студии решили сделать первый вечерний квартал а вот он еще не имел даже название вечерний квартал у нас была какая-то годовщина там по моему пять лет существования нашей тогда еще команды квн на вот мы сделали такой концерт опять 95 номера собраны сценарий прописан но где взять деньги на концерт ведь нужно снять зал пригласить звезд решить все административные вопросы нам нужно было достаточно круглая сумма 40 тысяч долларов это сегодня большие деньги тогда это были не просто большие то есть я даже не понимаю не понимали как это выглядит вова тогда снимался в каком-то проекте жил в гостинице ника одовженко попросил юська серёгой кравцом подключить факс это конечно нехорошо да простят меня ребята из гостиницы я листая эти желтые страницы все компании я просто обзванивал грел здрасте мы вот такие нам нужны деньги мы отдадим или давайте мы вас отрекламируем в общем-то отказали все мне желтых страниц вот те кому я позвонил все отказали сложность в том что не знали кто мы такие вот наверно трудность была с тем чтобы люди поняли что мы умеем и доверили на тот момент дали возможность работать с горем пополам спонсоров нашли но возникла другая проблема никто не хотел снять это и тогда вот канал 1 плюс 1 роднянский сказал хорошо черт с вами я это сниму а уже когда получится или не получится мы примем решение 2003 год это кто квартал какой срок пять лет юбилей они обратились просто к нам как друзьям ко мне к вите андриенко саша цикала тогда тоже привезем но такие вот люди с которыми были дружны и мы поддержали естественно их девяносто пятый квартал смелый эксперимент квартала поддержали и другие звезды шоу-бизнеса концерт стал настоящим праздником юмора после выхода новой программы на экраны все с нетерпением ждали рейтингов от них зависело будущее квартала быть студии уже на следующее утро нас пригласила руководство 1 плюс 1 и спросила сколько таких концертов вы можете отдать в год можете таких 12 концертов дать мы то что в этом концерте мы писали копили пять лет так ну два концерта мы можем написать я хорошо ладно два ну сделать мы сделали четыре концерта на плюсах и тут майдан помаранчевая революция и канал занялся другими было не до нас мы сидели ждали ждали и тогда возникли люди с интера лёша гончаренко ряша и они предложили идите к нам на канал но есть одно условие обязательно нужно шутить про политику когда нам это разрешили я считаю вот этот концерт был переворотом в нашем творчестве я считаю что вот это вот рождение вообще понятие вечерний квартал ну и студии древний рим рассвет империи время правления Юлия 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 У нас появился номер Виктор второй там Виктор первый Юлия у нас была как Юлия Цезаря и вот это вот было первое когда мы начали в образах что-то делать Викториан дайте мне скипетр и державу ну скипетр вам вот сива а державу я вам не отдам АПЛОДИСМЕНТЫ Зрители оценили номер по достоинству и за квартальцами начали закрепляться образы политиков Друзья Как говорят, у нас в Донецке добрый вечер от Виктора Федоровича Я, конечно, должен быть, выгляжу смешной Если все это безвкусно, я могу снять Не-не-не, ладно Политический юмор — это просто интеллектуальный юмор Людей, которые свою позицию в юмористическом виде доносят Но на то и существует внутренний редактор И большое количество людей с разным мнением Это очень важно Поэтому все приносят разный юмор И этот разный юмор потом, понимаете, приобретает форму концерта Вот это, говорю, хлопец, который меня пародирует Слушай, ну похожи ж, зараза Не то слово Сашка Ну, похожи Ой, молодец Кстати, вы не знаете, где он живет У нас очень поменялся зрительный зал Если до этого-то ходили люди, которые просто любили КВН То у нас на следующий концерт уже сидела, наверное, половина Верховной Рады в зале И вся богема, вся элита считала своим долгом прийти на концерты И они от нас узнавали свежие отношения к происходящим актуальным событиям Опа! Юля Владимировна Что? А вы что, в президенты собрались? Тихо! С чего вы взяли? Ребята зря говорить не будут С каждым следующим выступлением шутки квартала становились все острее Своей прямотой они заставляли аплодировать зал и нервничать родных Страшно, очень страшно И муж мой противник, это очень Он ему все время Вова, прекратите, Вова, перестаньте шутить над президентом Не трогайте Люди, друзья, пока реклама Предлагаю выяснить, кто из нас за ними стоит Он говорил, говорю, Жень, ну вы там хоть немножко как-то, ну сглаживайте вы эти проблемы, а то вы прямо в лоб И он говорит, ну не переживай, как будет, так и будет, я же там не один Я, между прочим, по делу По какому такому делу? У меня первые ряды по делу проходят Можно сказать, хватит, мы больше не хотим этим заниматься Родители переживают за нас очень сильно Но Ты обманул всех тех людей Которые отдали тебе свое время Когда смотрели тебя Свое признание Когда платили на концертах тебе Когда в зал покупали билет Когда брали автографы Когда фотографировали с тобой Когда на улице ты идешь, они улыбаются тебе Ты их просто взял и обманул Встречайте, Олег Ярославович Технибок Юля, Юля, я к вам выключаюсь Колоссальное удовольствие выходить, говорить шутки, зная о том, что ты свободен в этом Ты никем, ты не заангажирован и не выполняешь ничью миссию Можно уйти из этого Перейдя во что-то другое И просто это людям может надоесть В конце концов Но этому должен быть порыв Не угроза Не переживание родителей Дай Бог им здоровья Это должен быть твое внутреннее решение Шутки на острые политические темы Визитная карточка студии Но это лишь малая часть вечернего квартала Михаил Михайлович, обещаем, что больше не будем жартовать Больше не будем жартовать Про вас А если порушим эту клятву А если порушим эту клятву Обещаем ходить на все ваши концерты Ко всем выступлениям квартал готовится очень ответственно Поэтому каждый концерт репетирует как минимум две недели Спасибо Мы все репетируем Ко дню концерта Каждый участник программы От актера до реквизитора Четко знает свою роль Но как и 10 лет назад Квартальцы все так же волнуются перед выходом к своему зрителю Господи, помоги Я только об этом говорю Несколько раз Стучу по сцене В общем, я всегда страшно волнуюсь Потому что кураж, который я получаю Драйв и кайф Я его получаю только на сцене Только И Сейчас мысли разлетаются Потому что я слышу, что мы начинаем Все, пошел Спасибо Пойдем Здравствуйте Дорогни, друзья Я всегда, как и во время КВН И так и во время Вечернего квартала Это моя участь Неблагодарная Быть за кулисами И переживать Как народ реагирует На все, что написано У меня было воспаление легких Вы должны лечь в больницу Я говорю Я не ляп, у меня квартал Я с воспалением легким Сижу за кулисами Потею страшно Потому что у меня же там пичка Сидел в лекарствами И отсидел все равно Даже вот в таком состоянии Так что Мы за кулисами все это За кулисами Ты находишься в состоянии Аффекта легкого Ты не совсем адекватен Это правда На Вечернем квартале Потому что Каждая реакция Каждый смех Каждые аплодисменты Это все Ну Это все выдох Какой-то Потому что Заходит Это наша вязыкина Все Зашло 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 Хотите посмотреть? Идите впереди Я покажу вам Что такое Фу-ХД Я вам надоело уже Японский бомб Что? Что? Тогда Козлина Слушай эпилот ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Целое событие. Во Дворце Украины ни одного свободного места, а на сцене звезды первой величины. Потому что они теплые, добрые, веселые. Я к ним прихожу как к друзьям, как к близким родственникам. Поверьте, мы не посторонние друг к другу. Мы частые гости квартала и в Киеве, и в Москве. Мы вообще просто в первых рядах. Все говорят, ребята, про нас не забудьте, обязательно позовите. Потому что реально, получаешь массу позитивной энергии, массу суперклассных эмоций. За столько лет они просто не изменились. Они становятся все лучше и лучше. 95-й квартал. Ассоциируется с хорошим настроением, конечно, с киевлянами. С очень горячим, теплым приемом. Вот. И, ну, как сказать, прекрасная атмосфера. Концерт, на самом деле, идет там три часа. Когда он уже заканчивается, у тебя такое чувство, что полчаса это все шло. То есть вот так на одном дыхании все проходит. Все это мы. И мы не привиденье. Фантастика. Фантастика. И несмотря. Мы остаемся вместе. На века. На века. На века. Мне нравится ощущение коллективизма, банды, кулака. Вечерний квартал – это отдельная история. Мне нравится быть в этой истории, частью этой истории. Это такой, знаете, как этап. Ну, это моя жизнь. Ну, что я вам скажу. Все это жизнь. И в лужах отраженье. Фантастика. Фантастика. Осенний дождь. И в губ прикосновенье. На века. На века. Субтитры создавал DimaTorzok